Слава Украине, привет всем от Полонского. Байден остается в президентской гонке в Соединенных Штатах Америки. Я уже записывал ролик по поводу вот этих вот дебатов, на которых якобы победил Трамп. Ну так оно выглядело. Но как оказалось, на американского избирателя, как вам сказать, это не произвело практически никакого впечатления. И Трамп, даже по опросам, когда взяли после окончания этих выборов, то Трамп набрал 0,3% всего-то. То есть его результат там был, грубо говоря, 43,6%, а стал 43,9%. Ну вот в таких пределах. Это статистическая погрешность и абсолютно не повлияло на результаты, скажем так, мозговой деятельности американцев, которые направляют их рукой в момент, когда они вбрасывают бюллетень в урну. То есть вот таким вот образом. Это не повлияло на решение избирателей. И не повлияло по нескольким причинам. Понимаете, если бы это был не Трамп, а был бы менее одиозный товарищ, то тогда действительно повлияло бы. А что же касается Трампа, понимаете, я вот специально звонил там парочке моих знакомых, и они мне даже сделали видео. Очень интересно. Там не одно, там мне передали целых 5 или 6 видео. Они сами себя снимали. Они из Калифорнии. Ну, рядом с Лос-Анджелесом живут. Вот. И они мне передали эти видео. Ни один из них не говорит по-русски. Кстати, это интересный момент. Где они записали, как они слушали вот эти дебаты. И надо было это слышать. То есть они настолько ненавидят Трампа. Их там много. И они уже люди в возрасте, так скажем, самому молодому, наверное, лет 50. Вот. Они настолько ненавидят Трампа, что даже, я вам скажу так, что даже если Трампа намазать золотом, а, соответственно, Байдена обмазать какашками, они все равно проголосуют за Байдена. Даже если Байден, не дай Бог, помрет до выборов, они все равно проголосуют за Байдена. То есть, скажем так, понимаете, если бы на месте Трампа был бы человек, к которому они по-другому относились, от которого они могли бы не ненавидеть и не презирать, они бы проголосовали как-то по-другому. Но в Америке есть огромный слой людей, как оказалось, которые Трампа... Ну, знаете, отношение которых к Трампу такое же, как у украинцев к Путину. То есть, ну, категорически. Ну, категорическое невосприятие. И поэтому никакие дебаты Байдена и Трампа, как оказалось, на их решения не влияют никоим образом. То есть, это такой железобетонный электорат. А что касается электората, который, знаете, вот качается, вот за этот электорат, конечно, пойдут разговоры и пойдет борьба, то там проблема была немножечко в другом. Смотрите, Байден был крайне не уверен в своих ответах. Не то, что не уверен, не мог... Он, по сути, говорил все правильно, но не мог донести правильно, не мог ярко донести свою мысль. Да? Он запинался, он зависал. Да, это было дело. Возраст. Это, да, но опять Трамп, с другой стороны, там фактчекеры проверили, он 26 раз соврал. Это как минимум. На самом деле, я так думаю, больше, потому что это сразу в тот же день за руку схватили. Потому что он просто нагло врал 26 раз подряд. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы думаете, ну ладно, но не все же дебилы вокруг. Люди же видят, что он брешет. Вот, поэтому даже то, что он, знаете, посвободнее себя чувствовал и выступал, как бы, я знаю, более раскованно и находится в явно лучшей физической форме, чем Байден. Это ему опять-таки не помогло, потому что, когда начинаешь прислушиваться шоу на Мэлэ, ну кошмар. Вообще, конечно, выбор не лучший, а великанцев. Я не знаю, как демократия дошла до вот такого выбора между такими двумя людьми. Ну, блин, я не знаю. Тут уже смотрите сами. Вот, но к чему я? Значит, собиралась семья Байдена в Кэмп Дэвиде. Они сидели там. И он тогда перед Семейным Советом сказал, что если семья ему посоветует прекратить участие в президентской гонке, значит, он уступит свое место кому-то другому. В результате собрался Байден, жена, дети, внуки, там и внуки взрослые, понятное дело. И на Семейном Совете решили, что он продолжает участвовать в гонке, что не так страшно, черт, как его молюют. И он единственный из демократов, кто в состоянии победить Трампа. Ну, это они так считают. Вот, у него наилучшие шансы. И действительно, насколько я так понимаю, сейчас рейтинги Байдена будут повыше, чем рейтинги у Трампа. Ну, насколько там пока... Это не я говорю, это говорят опросы. То есть, ну, насколько верить этим вопросам, не верить, такое дело. Вот. Еще раз говорю, кто бы мог с гарантией победить Байдена? Ну, любой, более-менее нормальный республиканец, у которого нет такого вот криминального шлейфа. И даже не в криминальном шлейфе, как у Трампа, который бы просто не брехал бы на каждом шагу. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. И потом оказывается, что это все пуштышка, да? То есть, ну, и во-вторых же люди помнят, и в том же уже был при власти. То есть, видимо, кому-то не понравился. Поэтому, как говорится, я не гражданин Америки, и не собираюсь голосовать, не собираюсь никого агитировать. Мне Байден тоже не нравится. Я целое видео записывал. Лучше, как нам военная помощь предоставляется. Не буду второй раз то же самое говорить. Ну, скажем так, в Америке Байден и Трамп, ну, выбор между плохим и очень плохим. Это с моей точки зрения.